Все, отлично. Всех приветствуем на нашем еженедельном и карантинно-традиционном вебинаре про Z-Wave, про устройства и про производителей. Сегодня мы общаемся с еще одним производителем устройств Z-Wave, компанией Contact Touch. Андрюх, микрофон вырубим, если у тебя. И сегодня будет два представителя от компании, которые расскажут о том, какие есть устройства, какие возможности есть у этих устройств и как вы их можете использовать в своих проектах. Встречайте Михаил и Игаль, которые расскажут вам про техническую составляющую и коммерческую составляющую при устройстве Contact Touch и расскажут, как использовать в проектах. Итак, начинаем. Здравствуйте, вы меня слышите? Напишите десяточки, чтобы я увидел. Или плюсики, то, что вы любите писать. Отлично. Здравствуйте всем. Меня зовут Игаль. Как вы видите, сегодня с состоянием коронавируса нас призвали часть из людей в армию, так что я отсюда провожу вебинар. Хотел... Немножко мы будем сегодня дотронемся... Именно я хотел немножко о нашей истории компании. Несколько слов. Потом я расскажу о наших возможностях и расскажу вам о наших выключателях. Потом можно будет задавать вопросы. И если у вас есть вопросы во время моей презентации, можно их писать. И Миша будет отвечать в чате. Миша, напиши хеллоу или что-то, чтобы мы знали, что ты тут. Окей, так начнем. Так... Контактач. Мы находимся в Израиле, в городе Хайфа. Это наш город. Наше производство тут и отсюда. Можно сказать, что все началось в 2003 году, когда мы зашли в рынок умного дома. Потом. В 2006 году мы начали производить нашу систему. Мы начали из проводного умного дома. С правой стороны вы можете увидеть, что в 2006 году родился наш первый продукт. Это одинречный контроллер на 16 выходов. Но когда-то эти 16 выглядели вот так. Потом, когда началось в 2007 году, мы перешли и начали писать наш софт. Вместо этого мы писали на ледер-диаграмм, компания Unitronix. Мы использовали контроллер. В 2009 году мы начали писать все сами, через C и C++. Мы использовали технологию тогда RS-232. И в 2009 году мы перешли на вот такой вот контроллер, на 8 выходов и 8 входов, которые посередине, если вы видите, это коммуникейшн-бокс, который заходит 8 выходов и выходит 8. И это вот помогало нам использовать и выключатели, а контроллер, который управлял, он управлял вот этим коммуникейшн-боксом и переводил пульсы. Дальше. Это еще было когда, я еще не был в компании. Это старые-старые проекты, которые мы… Кстати, эти проекты еще до сих пор работают, потому что мы даем сервис. Так можно сказать, что наши контроллеры… Вот этот вот проект, он с 2007 года, которому мы до сих пор даем сервис, и все работает отлично. Вот этот вот проект с 2010 года, который до сих пор тоже все работает. Потом в 2009, в 2010 году мы перешли на… Сделали наш первый тач, который был создан из 8 кнопок, который прикреплялся через магниты, и он работал на басе, на бас, и перешли из ARES 2.3.2 на ARES 4.8.5. Это дало нам возможность общаться с очень многими устройствами, и мы делали тогда проекты, которые было там больше, чем 50-60 тачев в одном доме, где там 3-4 этажа, и все работает, и все работало. Это тоже как бы проект 2010 года, который мы сейчас проходили давать сервис. Потом я хочу… Немножко продолжая вперед, в 2011-2012 год мы сделали этот продукт, который вы увидите сегодня, наш день речный, который я хочу о нем позже, я до него дойду. В 2013-2014 году мы перешли с 8 кнопок на 9 кнопок. Одна из нашей идеи была, что когда нам нужна была всего лишь одна кнопка, не было симметрии в самой матрице. И тогда мы подумали, что лучше сделать что-то из 9 кнопок, потому что это выглядит визуал намного-намного лучше. Потом в 2015 году мы увидели, куда рынок идет, и мы решили… У нас было на столе несколько вариантов. Мы начали разрабатывать наш беспроводной тач, и на столе лежала Zigbee и стояла Zeeway. Зигбе мы очень-очень быстро сделали, и все работало. Но когда мы начали проверять более глубже, мы поняли, что нету настоящей сертификации, и нету сертифицированной, которая может нас проверить. Так мы решили, что если нету проверки, так нету сертификации. Из-за этого мы перешли на Zeeway. У нас был очень хороший двухсторонний контакт, работал очень-очень хорошо. Была одна электронная схема в Zeeway, которую все должны были за ней смотреть. Очень хорошо работала в Mesh, в Zeeway тоже, которую мы выбрали пойти на нее. И можно сказать, что после этого, что мы прошли все сертифицирования сертифицирования в Германии в лабораториях, пока мы получили наши Alliance, мы выбрали пойти вот так. Потом в 2015 году был первый бетч выключателей, который был 7 А. амперный, и со временем просто в Израиле мы ставим очень много светильников, очень много линий на одну линию. Со временем мы перешли на 10 А релей, и также первый одинречный релей, который тоже был Zeeway. потом в 2017 году мы разработали наши диммеры, и потом мы только разрабатывали больше и больше версий выключателей. Мы начали с 8.2, сегодня последняя версия — это 10.10. Мы постоянно обрабатываем. Обрабатываем 100% из технологий, это мы делаем тут в Израиле, и разработка. У нас можно хорошо регулировать чувствительность, мы даем 5 лет гарантию тоже на наш продукт. Но как вы видите, в проектах мы работаем, есть тут проекты больше, чем 10 лет, и все отлично. Дальше. Мы можем делать почти весь вид стекляшек. У нас это может быть 15 на 45, и мы можем делать почти любой вид. Кому это хороша, вот такая большая стекляшка, это идет больше на коммерческий рынок, где есть офисы, и хотят повесить какой-то выключатель на вход, какой-то шоу. Мы можем разработать любой дизайн. Это на выставке в Амстердаме, по-моему, в 2014 году. У нас выключатели работают также на RS-485 на Матбасе, и работают очень хорошо. Можно так составлять интеграцию с третьим лицом. У нас есть почти любой дизайн. Вот это на... У нас на... Можно сказать, что в нашем репертуаре больше, чем, не знаю, 300-400 сотен просто дизайнов, которые мы делали людям, которые можно разрабатывать под ваш вкус. На мальчики, на девочки. Вот наш одинречный свитч, который в 2017 году. То, что удобно, и то, что мы изобрели со временем, и поняли, это возможность, с деньречным нашим контроллером, он может работать stand alone. Как вам сказать, это 8 выходов и 8 входов. Значит, 8 dry contact, 8 сухих контактов, могут быть 8 push-button. Так, можно сказать, что можно взять трехкомнатную квартиру или какой-то маленький офис 100 метров, и весь офис будет работать на одном контроллере. Сам, без центрального контроллера. Конечно, это будет без приложения, но все работает. Он даже... Есть на нем bypass, который можно проверить. Deep switch. Вот такие вот. Со временем у нас была проблема с 0.10 вольт диммером. И то, что мы сделали, чтобы ее решить, проблема была в том, что лампы до конца не выключались. И то, что мы сделали, это что сама... Мы выключаем фазу, вырубаем ее, и тогда светильники очень чувствительные, они вырубаются. Это очень хорошее решение и работает прекрасно. Саму фазу проводим. Через этого мы сделали 4 вот 16-канальный реле, и через него проходит фаза на 0.10. Также диммер на 200 ватт. Если кому-то... 4 канала на 200 ватт. Если кому-то нужно, мы можем сделать двухканальный на 400 ватт спецзаказа вместо 4 по 200. Это мы тоже делаем. Насчет... Я хочу поговорить... А, кстати, насчет вот этого выключателя с розеткой. На сегодняшний день он состоит, но есть минимальные заказы. Как бы на нем... Это супер-супер-практально. Значит, минимум 50 штук надо заказать. На вот эти вот. И мы тоже можем разработать в одной коробочке. Вот так выглядит наш выключатель. Он с освещением. Можно выключать освещение. Можно включать освещение. Можно сделать его так, что только когда вы прикасаетесь к выключателю, освещение LED включается, а через 5-6 секунд оно автоматически выключается. наше преимущество на рынке это наш дизайн. Можно разработать почти любого вида айконы. Есть, конечно, наш репертуар, который мы уже... уже внесем в нашу базу. И, конечно же, любой цвет RAL. Как это работает и как это заказы идут. Обычно через нашего представителя приходит к нему запрос. Нам нужно цвет RAL 810. сделайте нам симпл и мы делаем тестовые образцы под проект бесплатно. Можно сделать несколько выборов, дать клиенту окончательному или дизайнеру, или кому, кто принимает решение. Можно давать и показывать физически и тогда решить. мы делаем это довольно очень-очень быстро. Потому что вся разработка и все производство оно находится у нас. Так что мы даже делаем круглосуточно, можно сказать, как бы это работает. Хотел вам показать один проект, который мы сейчас прям до конца коронавируса в середине коронавируса сделали. Это офис в Тель-Авиве, который занимается недвижимостью, компания Капьёто. И мы сделали под ихний логотип выключатели и также резетки. Сами резетки мы не продаем. Это резетки или одномодульные устройства от компании Гевис. Только линия систем. если вы захотите. Наверное, есть в России или где-то можно заказать. Если есть потом подробности, можно будет послать в чате или Миша там пошлет ссылку на их сайт Гевиса. То, что удобно, что в офисах идет не подписка, а идет именно иконы, потому что это так выглядит как бы очень красиво и международно, и что каждый раз можно поменять светильник, и там не написано, например, «Спот». И это удобно. Это с нашего проекта в гостинице David Intercontinental Tel Aviv, который мы сделали уже половину гостиницы, и мы продолжаем. Также резетки, также выключатели под логотип. это только часть из наших коллекций, которые можно будет выбрать. Матовое стекло есть, и обычное глянцевое стекло, двухмиллиметровое и четырехмиллиметровое. У четырехмиллиметрового стекла преимущество такое, что это не оставляет отпечатки пальцев, и это очень удобно, можно на любом языке. У меня есть очень много линий продуктов почти. Это тоже один из наших проектов в центре страны, в городе Ранана. Архитектор, один, который очень много с нами работает, разработал дизайн под него, он сам нарисовал, и также айконы, если вы видите, он тоже сделал айконы под себя, я попробую приблизиться. не очень идет, неважно, но можно увидеть, что айконы высвечиваются, это очень красиво выглядит. Это наше приложение, у нас есть свой контроллер, который пока мы его не продаем за границу, только у нас. он у нас есть, вот, это тоже еще один проект из нашей, тоже центра страны, рядом с авионом, большая вилла, в которой есть очень много освещения, очень много кнопок в каждом месте. у нас тут было очень много задач управлять теплым полом, управлять кондиционерами, все мы сделали через сухие контакты, через мини-контакторы, которые находятся даже в коробке, где выключатель, есть глубокие коробки, которые можно туда внутри поставить, и так мы с этим управляли. Это еще один из этого же проекта. Насчет на улице. Мы поставили тут, рядом с бассейном, два выключателя, мне просто нету поближе, вот они тут. Можно сказать, что прямая вода на них не идет. Влажность, температура, все работает. Этот проект уже два года прошел. Все работает, и все работает хорошо. Если нет прямой воды на выключателе, я не знаю насчет температур мороза и все такое в России, но у нас это работает хорошо. Кстати, я только скажу, что я не очень хорошо читаю на русском языке, можно сказать, что родился тут, так если вы пишете вопросы, это Миша будет мой партнер отвечать. Мы вопросы в любом случае собираем и потом будем задавать презентацию. Отлично. Так выглядит наше стекло и наш весь выключатель. Тут стекло, тут адаптер до стекла, потом со второго бетча мы добавили силиконы, которые помогают тачу, сенситивити, как это называется, помогают на кнопке, потом идет сам тач, девять сенсоров, потом тут идет Z-Wave, а сзади идут релей и блоки питания. Только хочу вам сказать, что мы используем самые дорогие устройства и самые дорогие то, что есть из вещей внутри, чтобы наш выключатель работал на много лет. В начале, когда мы выпускали, мы давали на 10 лет гарантию людям, со временем это стало 5. То, что я могу вам сказать. Это первая версия тогда был наших выключателей без силиконов и тут было 7-амперный релей, сегодня стоит 10-амперный релей. Так выглядит наш выключатель сзади можно давать почти любое питание, мы можем сделать на 12 вольт, мы можем сделать на 24, мы можем сделать на 110 вольт AC, на 240 и проводить common сюда вот, и так выходит подключение. наша схема подключения так вот neutral он common он ко всем, так что это может быть любое питание выключателю. То, что наша идея была, что мы хотим сделать какой-то один продукт, который хватал на всех, мы не хотим, чтобы у нас было 10 стоков или макетов или на всякие. У нас все выключатели можно совмещать, как вы видите, это на все моторы, можно сюда поставить мотор жилюзи, шторы, можно сюда поставить входные ворота, и все будет работать. Вот еще один микс. Вы можете поставить вместе, например, 2 шторы, и 2 освещения. Вы можете решить сами каждый релей, что он будет делать. У вас получается есть 6 физических релей, плюс 3 возможных сценариев или переходники, которые с одного места включаешь, с другого выключаешь. Что еще тут можно сказать? Да, это так наш выгод тут RS-485, тут была наша проводная система. Очень много проектов. Мы пришли к умному дому с проводной системой, как я вам сказал до этого. Я думаю, что одинречное решение наше очень хорошее, потому что мы очень много изучили его. можно сказать, что из-за этого мы пришли к этому, что он продукт, который он stand-alone. Тут можно получается, что есть 8 выходов, и каждый выход можно подключить другое питание. Например, вы можете 4 реле сделать на 220, еще 2 на 12 вольт, еще 2 на 24, потому что тут у них нет одного коммуна, у каждой есть свой коммун, так вы можете использовать его очень много вариантов. Так выглядит наше приложение и на русском языке, наш контроллер. все можно сказать, всем большое спасибо и Сергей наверное сейчас верно, верно. Спасибо за вопросы. Мы сейчас собираем вопросы и давайте я наверное начну и параллельно будем еще читать какие вопросы будут возникать в чате. Во-первых, хотел сказать классно у нас это первый вебинар из армии израильской, но все-таки армии. Это действительно необычно, поэтому прям супер. С трудом себе могу представить, чтобы мы могли провести вебинар из российской армии. Поэтому израильская армия молодцы. Лояльны к работающим. Смотрите, из Израиля есть сразу несколько производителей, которые достаточно похожие продукты и это действительно необычно, что из одной страны появилось целых три производителя, которые делают сенсорные выключатели. Это Contact Touch, есть еще Gerper, есть еще одна компания MediaTouch, по-моему, она называется. Они сейчас как раз делают и, по-моему, даже с вами общаются так или иначе. Расскажите, почему это действительно настолько популярный способ управления сенсорными выключателями? Просто если сравнивать с другими странами, то там в основном это обычная классическая пластиковая кнопка. Включил снова микрофон. Я вам скажу, что когда мы начали думать о сенсорных выключателях в 2015 году, то, что против наших глаз стояло, это, что вышел iPhone. Мы хотим поставить iPhone в каждую комнату. Там будет 9 кнопок и будет Touch. Это продвижение, это, можно сказать, что это технология, как вы знаете, у нас много технологий, и мы продвигаемся. К отношению к остальным производителям у нас 100% из производства сделано в Израиле, а не в других странах. И мы самые старые на рынке, нет, самые опытные, можно сказать, опытные, вот, слово опытные. Я прошу прощения за мой язык, если я неправильно это говорю. И можно сказать, что у нас любят Touch. Как бы у нас очень много проектов, дизайнеры, архитекторы, люди любят всегда быть первые в технологиях, их любят, когда у них всякие гаджеты и всякие вещи дома, и выключатель уже, они не прячут его, наоборот, они ставят его на фронт, и он получается как какое-то искусство, какое-то изделие, это не просто кнопка. Надеюсь, что я ответил. Тоже, чтобы устранить сразу путаницу, Contact Touch, DaVinci, Contact Touch это название компаний, DaVinci, это серия. Линия, да, линия продуктов, серия. У вас также достаточно необычное сочетание компаний-производителя, которые занимаются очень активно установками в своей стране, в Израиле. Расскажите, какое количество инсталляций вы сделали, и как у вас работает процесс разработки, то есть насколько фидбэк от инсталляторов влияет на разработку и помогает улучшать продукт. Ты очень длинный вопрос задал, попытайся его покороче, чтобы я не понимал до конца. Давайте попробуем переформулировать. Ваши разработчики, насколько они участвуют в проблемных каких-то инсталляциях, и позволяет ли это улучшить продукт и внести в него изменения в процессе выпуска? Или вы продукт выпустили, не меняете, и отклик от инсталляторов ваших? Я понял вопрос. Наши разработчики технически Ярон и Миша 60 или 70 процентов из времени находятся с инсталляторами в проектах. Так что наша разработка идет вместе с нашими инсталляторами, из-за этого у нас вышло очень много версий выключателя в первые годы в 2016, 2017, 2018 мы начали с 8.2 и сегодня мы уже 10.10. Каждый раз мы меняем версию и делаем его лучше и лучше. Такие массивные разработки, кроме этого, что мы перешли с 7 ампер на 10 ампер, мы в принципе не водили. И первые тачи, как я вам рассказал, они были 8 кнопок, а сейчас они 9 кнопок. Так это симметрия лучше. и все проблемы решаются у нас, все то, что возникает, мы находимся прямо с людьми, с инсталляторами, мы так продвигаем наш продукт. Но мы сегодня дошли до такой точки, что уже мы как бы думаем о следующем продукте нашем, который в разработках. Расскажите, у нас мы знакомили две недели назад наших слушателей с линейкой Vitrum и естественно возникает сразу аналогия между продукцией. У вас по-другому расположены кнопки, немножко другие функции. Расскажите, чем вы принципиально отличаетесь от Vitrum, какие ваши сильные стороны и где можно было посоветовать инсталляторам. Да, я могу сказать то, что Vitrum хорошая компания и хороший продукт и у них просто нет представителя по-моему, потому что я их не вижу на рынке, но то, что я вижу, они хорошая компания. Я могу сказать, что в несколько вещей мы отличаемся. Первое, это наш дизайн, что это наш шаг и вход в проект, потому что хотят нас. Второе, у нас только один продукт, человек может купить выключатель и вдруг ему надо добавить еще что, так она уже есть выключатель, не нужно покупать новый выключатель, не нужно 10 разработок, у нас нету линии большой разработки продуктов, у нас один продукт, как ты держишь очень очень мало вариантов, так что со стоками, могу сказать тоже в самом продукте, я имею ввиду, что у нас 10 ампер и 16 ампер, и динречный релей тоже, он более мощней, и у нас есть вещи, вот по-моему диммеры, вот этот 0.10 у нас есть, у них нету, есть такие что вещи, что мы сильнее, наверняка у них есть вещи, которые не сильнее. Скажите, вы уже несколько раз говорили про один продукт, собственно выключатель, ваша основа, насколько динречный вариант и выключатель с диммером являются второстепенными и какая пропорция вообще при установке между выключателями и всем остальным. Если я понимаю твой вопрос, ты спрашиваешь в среднем проекте сколько есть выключателей и сколько есть динречных. Мы, я могу сказать так, что я лично в этом году мы сделали где-то 10 проектов, которые мы меняли старые системы проводные на наши системы, вытаскивали там были те игроки, которые были когда-то на рынке, это были Крестон, Лютрон, Филлипс, Шнайдер и Сименс, сегодня осталась только часть из них, и мы, и Беков, была немецкая компания, тоже в последнее время три проекта меняли. Что мы делаем, это смотря какой проект, если мы идем в проект, который меняем проводную систему на нашу систему, так можно сказать, что это как бы 100% из проекта почти выходит с не 100, там 80% это в щитке и 20% выключателей, в стандартном проекте, в который не нужно ставить динрейчный релей, так можно сказать, что это максимум один динрейчный релей, и все остальные выключатели, как бы в пациентах это это причем насколько я понимаю, в основном ставят именно релейные выключатели, а не диммеры, то есть эта модель это прям действительно основа 80% или даже 90% ваших продаж. Да, 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 и остальное это диммеры, это делится, потому что когда ставят это обычно ставят его в щиток, когда есть очень много линий, которые нужно на улицу, не в квартире, а на улицу, и там ставится другая линия, вообще другой safety, не знаю, как это называется, ну вот эта пробка в электричестве, там другие линии, и очень удобно с наружной линией приводить щиток, а не выключатель. Расскажите тоже по соотношению, сколько у вас, вот в презентации вы говорили, что есть инсталляции, где контроллер даже не использовался, то есть стендалон полностью, насколько часто это решение используется, или в современных решениях, которые вы устанавливаете у себя в Израиле, в основном все равно применяется контроллер для управления? У нас в основном в коммерческих проектах не используется контроллер, например, мы делаем рестораны, которые там нету выключателей, они не важны, им важны в основном диммеры, в основном диммеры, потому что они управляются из кнопок, в основном в коммерческих проектах используется, в домашних 100% используется контроллер. А еще у вас в каталоге и на сайте упомянуты линейки Modbus и HomeKit. Как сейчас развиваются эти линейки, доступны ли они, или Z-Wave это уже основная и только она доступна? На сегодняшний день у нас было очень много попыток совместить, чтобы напрямую работало с HomeKit. Это не работает на сегодняшний день. С многих причин, все-таки везде работают люди, даже в Apple, но там работают люди, которые пишут софты. Но можно сказать, что Z-Wave это 100% даже, можно сказать. Не, ну Modbus есть еще несколько, но это те, которые идут обычно на проекты, которые были, или коммерческие проекты. Но там идет очень мало, так там, можно сказать, 95-5 или 90-10, смотря в каком году. Спасибо. Я знаю, что есть какая-то, может вы знаете лучше, есть какой-то бридж между Z-Wave и HomeKit. Есть, я не знаю, есть комбридж, ну их несколько есть, есть там контроллеры, там тут же Raspberry, есть комбридж. Хорошо. Хорошо. Планируется ли у вас возврат к ZigBee, уже с ZigBee 3.0, с более продвинутой, более совместимой версией ZigBee? Нет, вообще нет. Мы сосредоточиваемся только на Z-Wave, и следующим нашим продуктом тоже будет только на Z-Wave. Хорошо, спасибо. Значит, давайте перейдем теперь к части, связанной с дизайном. Сенсорный выключатель – это всегда неудобства, связанные с тем, что мокрыми руками управляется плохо, грязные руки оставляют отпечатки. Расскажите, как вы боретесь с этими проблемами, какой нужен уход за стеклами? Сказать вам правду, из 100% проектов у нас не было даже одной такой проблемы. Как бы не было ни одного человека или одного заказчика, который позвонил и сказал, у нас есть с этим проблемы. Какой-то уход специальный за стеклами нужен, а так не нужен? То есть это просто протираем мыльным раствором? Да, если это мат, так он вообще не оставляет отпечатки пальцев и ничего, и грязи, ничего. Он специально такая вот есть, ну там, не знаю, как это называется, ну там такой слой есть, такой, который вообще никак не действует. А на глядской вы просто какой-то марлечка, я знаю, тряпочка обычная, ничего такого не нужно. Подсветку в выключателях включается в момент нажатия? Как вы хотите. Можно постоянно, можно регулировать, чтобы не включалось. То есть можно, да, можно в моменте дотражения, как в sleep mode, спальный режим, только когда ты дотрогаешь руку. Да, есть, ну, соответственно, есть ли какой-то сенсор приближения, то есть когда мы подносим руку, чтобы иконки сразу загораются. Да, и когда там был у нас, мы добавляли, но это тоже только при заказе, можно и добавить вибрацию. Что ты нажмешь, ты почувствуешь вибрацию. Но это надо заказывать заранее, это не в цену. Ну, да, я правильно понимаю, что, в принципе, учитывая, что в основном выключатели управляют так или иначе каким-то реле, то щелчок все равно пальцем чувствуется. Да, 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 но не вибрация, как в телефоне. Но можно добавить и вибрацию, если кто-то хочет. Если, например, живут в квартире пожилые люди или такие, что им меньше, так, может, лучше вибрация стала. Не знаю. Расскажите, как заказать эксклюзивный дизайн. У нас есть сразу несколько параметров, которые можно заказывать. Это кастомные иконки, это индивидуальная картинка фоновая и нестандартный размер стекла. Расскажите про каждый из них, как выглядит процесс, если нам нужно получить нестандартное стекло. Первое, что я скажу, что все заказы идут через вас, не напрямую к нам, это понятно. Например, иконки можно нам... То, что вы делаете просто, это у вас есть размер стекла, все равно наши дизайнеры будут это обрабатывать. Так вы делаете, вы нам посылаете, можете даже только примерно послать, что вы хотите. И мы уже это скостумизаем и пошлем вам, мы разработаем это, сделаем тесты, пришлем вам на improvement, чтобы вы подтвердили. Также иконки, также это у нас есть... Было в начале, есть несколько размеров, можно иконку немножко побольше, можно иконку поменьше. Мы делаем поменьше, потому что мы любим, что освещение, оно 100% от всей иконки. Насчет кастомизации стекла, это любой размер, который вы выберете, можно сделать 45 на 15. Скажите, нам нужно 30 на 15. Можно будет сделать. И все равно окончание разработки будет наше. Как бы вы нам только дадете скидсу какую-то, которую вы делаете, и мы разработаем до конца. Это все остальное. Когда речь идет о большом стекле, всегда ли нужны какие-то дополнительные крепежи? Начиная с какого размера, нужны дополнительные крепежи к стене, чтобы это стекло удержать? Да, нужны эти крепежи с... Не знаю, Миша, если ты можешь спросить у Ярона, Ярон тоже тут, он знает точно. Он может его спросить. Я отвечу на этот вопрос. Какой срок примерно изготовления таких индивидуальных стекол? Обычно мы раз в неделю делаем принт. Если вы нам посылаете в начало недели, мы быстро... Наш дизайнер обрабатывает, вы даете разрешение. В конце недели мы делаем распечатан и в начале недели уже посылаем. Как бы быстро. Отлично, спасибо. Ну, это зависит от выходных, праздников. Ну, вы знаете, все вот обычные... А праздников в Израиле много. Праздников в Израиле много, да. Это надо уситывать, да. Эти выключатели рассчитаны на итальянский подрозетник. Да, квадратный. Трехмодульный или четырехмодульный. Как вам удобно. Вы можете нам сказать, сделайте нам четыре или сделайте нам на три. Спасибо. Вы также упомянули во время презентации, что выключатели могут питаться от 12, 24 или 220 вольт. Это вот модель 12, 24 и 220 – это три разные модели, которые надо заказывать. Да. Это не 12, это можно сказать даже 10, 32. То есть есть одна модель 10, 32 и вторая модель 220 вольт. Да, и 110 на американский рынок. Ну, 110, да, да, но для России это не актуально, поэтому мы сразу это сделали. Ну, если вы знаете, да, что у вас есть клиенты, которые приехали из Штата, у них много разработки. Нужно 110, так тоже можно. При этом у всех выключателей всегда сухие контакты для подключения нагрузки. Ты имеешь в динречном? В динречном? Нет, именно в обычных выключателях это сухие контакты. Да, это сухие контакты, но один common. Ты не можешь там два других напряжения дать. Да, то есть нельзя комбинировать, например, 12 и 220. Да. Отлично. При этом в динречном комбинировать можно, индивидуально подавать на каждый канал свое напряжение. Правильно. Спасибо. Используется ли шифрование при отправке сигнала от выключателей к контроллеру? Насчет шифрования. Сейчас я посмотрю, секундочку. Я себе записал тут что-то. Это тоже, по-моему, Илон может ответить. Ну, мы можем вернуться к этому вопросу. Да, Миша, запиши, пожалуйста, и ответь. Недавно вышла, год назад вышла седьмая серия чипов Z-Wave. Есть ли у вас планы перехода на новые чипы Z-Wave, на новые технологии, которые приносят эти чипы? Какой у вас план вообще обновления линейки? На сегодняшний момент, как вы знаете, все остановилось из-за вируса. У нас немножко этот год, у нас были какие-то планы на этот год, и они, можно сказать, что отменились. Сейчас я не могу сказать, что мы поменяем на седьмой чип. Как бы это не сто процентов. Вот, может, Миша ответил что-то, и они замечали. Да, я вижу, но про шифрование тут пока не сказано, но ладно, подождем еще. Вы при этом упомянули о том, что вы думаете о новых продуктах. Можете ли поделиться хотя бы идеями, о каких продуктах идет речь, что мы можем увидеть в ближайшее время? Ну, понятно, что по срокам сказать сейчас сложно. Можно сказать, что и связы с нашими интеграторами, которые постоянно покупают, и то, что сейчас случается на рынке, то, что в нашей голове, то, что в нашей разработке, в следующей. Можно сказать, кроме всяких линий дизайна, которые мы параллельно всегда любим каждый год вытаскивать какую-то линию дизайна, мы думаем о немножко сузином продукте. Как бы дизайн остается то же самое, но немножко меньше функций, которые будут дешевле стоить. Понятно. То есть это просто оптимизация по цене для... Для компетентного клиента, и так как бы можно будет... Обычно то, что получается, что у нас, можно сказать, что все проекты, которые находятся, это не человек, который покупает тебе один выключатель на вход. Это полностью проект под DaVinci. У нас нету таких, что, например, покупают Fibaro контроллер и берет там 2-3 выключателя, и остальные ставят другие. Филио или какой-то вот. У нас, можно сказать, что 95% из процентов, 98% из проектов, это те люди, которые могут себе позволить нас. Это такой премиальный, можно сказать, что мы очень премиальный сегмент. И хотел тоже сказать насчет интеграции с третьим лицом, с RTI. Мы очень хорошо работаем с RTI. Это Modbus версия? Нет, обычная. Z-Wave версия, да? Да, Z-Wave, да. Через наш контроллер. Вот ты его видел, он довольно простой для установки, все такое, можно будет потом поговорить. Надо будет поподробнее. Но через RTI можно управлять. Мы делаем очень много проектов, которые ты управляешь и освещением, и звуком, и музыкой через наш выключатель. Вот да, как раз следующий вопрос был, как управлять мультирумом. Мы делаем ассоциацию в RTI или в Control 4. Через Control 4 мы работаем только через ассоциации. Есть возможность, у них есть такой открытый драйвер, который можно... Есть у нас установки. Из системы управления можно сказать, что это 60% RTI, 40% Control 4. Потому что через RTI это полная 100% интеграция. И работает очень хорошо, который можно управлять, получается, всем домом. И RTI дает нам возможность управлять третьим лицом. Как же Coolmaster, да, или еще... Сейчас в голове мне не идет, но в основном в аудио-видеосистемах, потому что для мультирума. В основном используется у нас RTI, и мы работаем с ним очень-очень хорошо. Если говорить об инсталляциях, в которых практически полностью Contact, также очень часто, по крайней мере, в нашем климатическом поясе, всем нужно иметь также и термостат в этом же дизайне. И в связи с этим вопрос, есть ли у вас планы по выпуску термостата, или как сейчас реализовать управление термостатами тоже в дизайнерском оформлении? Вот, так в этом проекте, то, что я могу сказать, то, что мы делали сейчас в Тель-Авиве, там тоже был такой вопрос, и мы нашли, там была компания Daikin, и почти сегодня у всех производителей есть эксклюзивная линия дизайнерских термостатов, а управление климатом либо через Coolmaster, либо через сухие контакты. Как бы на сегодняшний день мы не разработали еще термостата на пол, и на это мы через сухой контакт управляем. Если говорить о теплом поле, теплым полом как управлять? То есть обычно за теплым полом... Если это работает на воде, теплый пол, который работает через трубы на воде, так можно поставить одну динрейку и управлять, там есть 8 труб, то есть есть 8 солоноидов, которые можно управлять им. Если это электрический пол... Так то же самое, он-офф. Но при этом датчик... Нужно какое-то стороннее устройство для того, чтобы подключить датчик? Нет, можно тоже взять просто один реле из выключателя, поставить мини-контактор сзади и управлять он-офф. Нет, здесь речь идет о том, что нам нужно еще получить температуру пола. Так это только через... Через стороннее устройство. Да, да, да. У нас на сегодняшний день... Да, ну, в общем, наверное, понятно, в Израиле, наверное, нет большой необходимости в теплом поле. Ну, в Иерусалиме, на севере люди делают, но... Да, в основном те люди, которые приехали из Советского Союза, которые привыкли. Если говорить об устройствах ваших диммеров, могут ли они работать без нуля, или обязательно им нужно постоянное питание и фазы ноль? У нас по электрической сертификации, можно сказать, нужно получать... Сам динрейчный реле, динрейчный контроллер, он нужно получать питание. Динрейчный, понятно, это выключатель, который с диммером. А он тоже получает питание? То есть он тоже по трехпроводной схеме только работает? Да, он тоже же всегда получает питание. А может ли при этом именно выключатель, не одинречный модуль, с ним все понятно, а выключатель управлять светодиодными лентами 0,10 вольт или какой-то еще вариант? Выключатель нет, потому что тоже это части сертификации CE, и у нас тоже так, если это... Ты не можешь в одной коробке поставить и 220, и 12 вольт, нельзя по закону. Так все должно идти через щиток все равно. Да, ну в этом, видимо, у нас немножко отличается законодательство. Понятно, вот еще Михаил в чате пишет... Если он ходит давать сервис, так он может опустить, я не знаю, там 12 вольт, и он подумает, что это низкодиодный, и там может... Вот Михаил нам как раз в чате пишет, тоже озвучил, что сенсоры в принципе являются потребителями, и поэтому им всегда нужно 220 вольт нормальное питание, и поэтому всегда нужны и фазы, нужны и фазы и ноль. Так, про управление моторами и шторами. Вы упомянули, что можно подключить к любому выключателю и перепрограммировать его на управление вверх-вниз. На право-валево, вверх-вниз. То есть любые комбинации можно уже сконфигурировать через параметры Z-Wave, не нужно для этого никак изменять проводку. Нет, не нужно. И то, что я вам скажу, что, ну, это стандартные моторы, не какие-то электронные, не знаю, какие-то виды, но любые моторы стандартные, которые работают, либо на обычные 220 моторы. Я правильно понимаю, что у вас в ваших устройствах используется управление по времени, то есть настраивается, сколько ехать вверх и вниз, и исходя из времени уже работает устройство. И так ты делаешь проценты, да. При этом калибровка делается, это просто надо седать секундомер и замерить время. Да, потому что у нас многие инсталляторы знают, что есть автоматически калибрующиеся, и у них есть проблемы с современными умными моторами у этих устройств. И есть, соответственно, более классический вариант управления по времени. Он сейчас более надежно работает с электронными моторами. Я вам скажу тоже, что со временем каждый мотор немножко меняется, и эти, которые сами калибрирующие, они меньше надежны, потому что там раз 50, 100, не знаю, год нажимаешь туда-сюда, немножко меняется, и тогда можно как бы секундно поменять. И можно всякие версии делать тоже, сценарии. Хорошо, спасибо. Ну, с моей стороны вопросы подошли к концу. Сейчас посмотрим, есть ли у нас буквально там минуту, подождем, есть ли у нас еще дополнительные вопросы из чата. И после этого поблагодарим наших докладчиков. Тоже хотел сказать, что наши все продукты, они в Элайнсе, как бы все сертифицировано, и можно нас найти в сайте, и как бы это мы потратили очень-очень много времени. Как вы знаете, это не каждый, что делается. Да, сертификация – непростой вопрос. На прошлом вебинаре многие из вас слышали о том, как обстоят дела у других производителей. Да, вы действительно можете пойти на сайт products.zwafeelines.org и найти там по производителю Contact Touch устройство. Да, Миша, может, пошли даже ссылку. Игаль, есть ли у вас, может быть, следующий слайд, на котором контакты ваши? Наши контакты все через два. Ну, давайте, смотрите, да, можно в любом случае пишите. Можно я задам вам вопрос, Сергей? Можно. В связи с нашей ситуацией с коронавирусом и со всем этим миром, можно дать какой-то подарок инсталляторам в России, которые будут использовать нашу систему у вас? Конечно, можно. Главный подарок, наверное, это дать покупателей, клиентов. Можете какую-то акцию, может, или какое-то что-то сделать? Да, сейчас Андрей расскажет, наверное, подключится, расскажет про акцию, которую предлагается сделать. Смотрите, мы, естественно, являемся представителями Contact в России, поэтому по поводу контактов я просто в чате вижу вопрос. По России обращайтесь к нам. Украина тоже есть представитель. Представитель, я думаю, Михаил, либо Игаль, вы можете поделиться контактом. В Прибалтике есть ли у вас представители? Нет, на сегодняшний день нету в Украине, так это только... А, нет, нету, я понял. Так тоже, получается, через вас, и Прибалтика только в Польше есть, и в Албании. Да, так получается, что остальные это через вас. Понятно. Да, ну тогда по всем вопросам пишите Андрею или нам на общую почту. И вам тоже, если там в Украине не 869, а немножко другая... Там 868, да. 868, так тоже можно через вас заказывать, не помню. Угу. Так, ждем еще минутку вопроса. Да, заказы могут идти через вас, и они могут отсюда выходить напрямую туда. Так, Андрюха, выходи на связь. Да, да, я тут. Так, давайте... Про нашу готовящуюся акцию. Мы предлагаем при заказе от трех выключателей до Винчи сделать индивидуальный дизайн в подарок. То есть вы можете выбрать, какие хотите иконки, логотип компании, к примеру, вашей инсталляторской, и использовать на своих будущих объектах. Как-то так, Игаль, может быть, что-то можешь еще предложить помимо этого? Да, это хорошая акция, то, что вы сделали инсталлятором. Вы можете как раз использовать это либо в шоурумах у себя, либо непосредственно клиента. Я сразу маленькую ремарку внесу. Для того, чтобы... Кастомный дизайн занимает некоторое время, поэтому вы можете, например, установить сами выключатели уже на этапе сборки вашего шоурума, а стекла установить позже. При этом сами выключатели и без стекол тоже нормально работают, все управляется. И когда подъедет кастомный дизайн, ваши индивидуальные стекла, то вы их просто защелкните, и все продолжит работать. Надо будет только выключить, включить, чтобы калибровку сенсора сделать. Да, тоже хотел еще маленькую вещь добавить. Очень удобно калиблировать сенситивити. Есть несколько параметров, которые через параметры можно калиблировать. Кому-то жестче нажать, кому-то мягче нажать. Это тоже удобно, кстати, Сергей тоже. Что можно у нас это делать. Спасибо вам за акцию, которую вы даете интеграторам. Так, у нас есть какая-то картинка, мы ее не можем посмотреть, она почему-то не выведется. Да, ссылка на Анна в чате. Не, перед этим была картинка. Так, ну, вроде вопросы кончились. Игаль, Михаил, благодарим вас за подробный рассказ, за презентацию. Всем слушателям спасибо, ждем вас на следующей неделе, будем продолжать дальше. Да, спасибо вам, и как сейчас, как пожелать, здоровья всем, и чтобы все вернулись уже как можно быстрее. Сидите дома, чтобы пораньше выйти на улицу. Да, 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 у нас это очень строго, да, тоже, наверное, у вас тоже. По планам дальнейших вебинаров, с кем они будут, какие устройства будем и о каких компаниях рассказывать, мы будем уведомлять вас в рассылках, все зависит от наших гостей. Все, спасибо большое, всем до свидания. Спасибо. Спасибо.